Парк юбилейный, место притяжения многих барнаульцев. Желающих отдохнуть там становится все больше. Напомним, в прошлом году в парке сформировали центральную аллею, обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и урны, освещение и систему видеонаблюдения. Накануне приступили ко второму этапу благоустройства. Начали подготовительные работы по сносу аварийных деревьев. Из важных элементов парка появится велобеговая дорожка 3,6 километров практически протяженностью будет. Очень активно жители ближайших районов здесь занимаются спортом, всеми видами спорта. Помимо велобеговой дорожки будут выполнены работы по устройству пешеходных связей. Тоже здесь, так как территория достаточно большая, это самый крупный парк, весь отведенный земельный участок более 57 гектар. На этом этапе появится модульный туалет для посетителей и высадят более 250 новых деревьев. Ранее барнаульцы поддержали проект благоустройства парка на голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Надо сказать, что администрация очень активно помогала на всех этапах. Во-первых, очень большое спасибо городу за принятое очень разумное решение, что однажды выигравший по этой программе объект, не прекращается его финансирование до тех пор, пока объект не будет доведен до конца. Парк был запущен в течение 30 лет почти, поэтому его восстановить за один год невозможно. На выполнение работ привлечено 86 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. В этом году мы имеем беспрецедентное финансирование на благоустройство наших парковых территорий. Большое спасибо губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко. Достаточно весомое софинансирование именно из бюджета Алтайского края идет на благоустройство этих территорий. К осени завершат работы на новых участках парка. Далее в планах спортивные и детские площадки, места для выгула собак и многое другое. Добавим, до 31 мая любой барнаулиц, кому уже исполнилось 14 лет, может проголосовать за понравившийся дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный». Юлия Щепина, День с толком.